В общем, перегорели мы с этим участком. Опять куда-то в лес едем. Не нашли мы этот участок. Вместе с забором сейчас рухнешь. Всем здравствуйте! Вы на канале из Сибири. Меня зовут Евгений. На этой страничке нашей истории мы расскажем о поиске участка, на котором будет строиться наш дом. Участки, которые просматривали, я не все снимал. Там смысла нет. Все равно однотипные. Так несколько снял для разнообразия, чтобы понять, о чем речь идет. После того, как дом купить у нас не получилось, начали искать участок, на котором будем строиться. Пересмотрели их. Ну, штук, наверное, 15-20, может быть, вот так. Сначала искали по объявлениям, где адрес не указан. Звонили, спрашивали, где находится. Ну, договаривались о встрече. Подъезжали, смотрели. Потом уже поняли, что смысла особо нет. Там что-то смотреть, высматривать. Они примерно все одинаковые. Уже обращали внимание на размер участка. И чтобы в объявлении был указан адрес. По адресу. Сами подъезжали, смотрели. Если уже что-то было непонятно, или какая-то заинтересованность там появлялась, тогда уже звонили, договаривались о встрече. Ну, либо какие-то вопросы задавали по участку. Как-то нам особо ничего не нравилось. Либо это было расположение. Где-то совсем непонятно где. Ни подъездных путей, ни заборов. Ну, то есть вообще ничего. Просто голая земля. Да и ладно бы голая земля, но далековато. Где-то чуть ли там не в лесу. Либо размер не подходил был. Слишком маленький. Пару участков были. Ну, неправильные формы какие-то там с углами. И треугольными тоже сразу от них отказывались. Один участок попадался и место хорошее. Но он весь зарос. Ладно бы деревья, но там кусты, трава. Даже передвигаться как бы проблематично по нему. А как подумаешь, что все это надо убирать, корчевать. И ценник такой негуманный был. Через какое-то время поисков мы уже начали думать, что история повторяется. Дом не найти и участок не найти. Как тогда переезжать и куда? И тут находится один вариант. Едем смотреть. Цена 600 тысяч. 10 соток. На этих 10 сотках там фундамент под дом. Ну, что не очень, в принципе, хорошо. Потому что неизвестно, кто его и из чего устроил этот фундамент. Скважина там была. Электричество уже подведено. И деревья на участке. Ну, место красивое. Такое тупиковое. То есть там соседей не особо много. В общем, звоним по телефону. Продавец говорит. Если интересно, едьте, смотрите. Там калитка палочкой подперта. Откроете. Зайдете, посмотрите. Ну, ладно. Поехали мы смотреть. Подъехали туда. Палочку убрали. Зашли. Походили. Вроде как все устраивает. После этого звоним. Опять говорим. Ну, нас, в принципе, все устроило. Давайте как-то встретимся. Обсудим. Когда первый раз созванивались, сразу спросили. Торг уместен, не уместен. Ну, вроде как был ответ, что немножко уступлю. Рынок есть рынок. Как без торга покупать? Потом после просмотра, уже когда созвонились. А нет, не созвонились. Мы списались на авито. Ну, в сообщениях. И тут продавец как-то, ну, как-то странно себя повел. Он начал писать там такими заглавными буквами, что торга никакого не будет. Место там вот такое отличное, хорошее. И так все продастся. Если интересно, покупайте. Если не интересно, не тратьте мое время. И все прочее. Ну, как-то неадекватно, в общем-то. Я понимаю, может проблематично там отвечать каждому. И ездить, показывать. Но если уж ты как бы взялся все это продавать, то будь любезен, веди себя нормально. Мы же пришли с деньгами, нам нужен участок. Ну, как-то такое отношение и на телефон потом не отвечалось, и на сообщение не отвечалось. В общем, перегорели мы с этим участком. Думаем, будем искать дальше. Время терять, нервы портить. Непонятно из-за чего и зачем. Утро туманище. Зона тумана. Оп, заехали. Солнце. Сейчас поедем смотреть еще один участок. Какой уже по счету? Не знаю. Десят. Не нашли мы этот участок. Непонятно, где он вообще находится. Уперлись в тупик, дальше ехать некуда. Дорога кончилась, слез. Будем звонить хозяину, пусть идет, поспоказит. Едем смотреть второй участок. Первый не посмотрели. Сейчас не посмотрим второй. Кое-как состыковались. Мы с покупателями едем. Наконец-то. Не прошло и полгода. Смотрели мы участок. Он вообще где-то непонятно, где находится. Посреди леса. Ни столбов, ни заборов. Вообще даже дороги нет. Что-то я даже забыл его снять. Непонятно, что. Сейчас едем еще один смотреть. Очередной. Опять куда-то в лес едем. Участок. Вот такой участок. Смотрели лес лесной. Даже нет подъезда. Дороги даже нет. Поэтому что-то как-то не оно. Поедем дальше. Окраины. Вкусно. Там. Очередной нет. Да. Один из череды нет. Ищем дальше. Тут мы вспоминаем, что смотрели участок. 13 соток за 450 тысяч. Ну и как-то так посмотрели и дальше поехали. Ну и решили вернуться к этому участку. Более детально его смотреть. Созвонились опять же с продавцом. А продавец находится не в городе. То есть не в Уссолье, а в Иркутске. Поэтому проблематично показывать. Также сказали нам подъезжайте. Через забор посмотрите. Потому что калитка на замке. Ну и там дальше уже будем созваниваться. У нас тут зима настала. Красота. Ехали посмотреть. Нет ключей, чтобы туда зайти. Сказали залезьте на забор и смотрите. Вот сейчас залезем, посмотрим. Лезем на забор. Смотрим, вот такой участок. 14 соток. Ну вроде ничего. Как-то на нем останавливаемся. Пока что, наверное. Да это яма, наверное. Яма, наверное. Сейчас дойдем до зада. Назады участка. Посмотрим. Ой, я вся. Сейчас вместе с забором сейчас рухнет. Хармот. Ты как залезла-то? Пробираемся посмотреть конец участка. Ну вот это первый участок, который нам в принципе понравился. И место такое, улица тупиковая. Пыли нету. И соседи вокруг тоже нет. А если есть, то они за деревьями. В общем, будем, наверное, его смотреть. Посмотрели мы через забор, все нам понравилось, все устроило. Позвонили. Ну опять же договориться о встрече. Ну, с глазу на глаз же надо разговаривать. Не по телефону, там, не в сообщениях. Продавец сказал, что попросит дочку, она подъедет. Покажет участок. Созвонились с дочкой. Назначили время. Подъехали. Замок не открылся. Пришлось там выкручивать шурупы. Ну, не суть. Открутили. Зашли на участок. Посмотрели уже. Не из-за забора, а внутри. Ну, решили, что все нас устраивает. Давайте уже разговаривать о покупке, продаже. Дорогу посыпают. Пообщались еще с соседями на участке. И сказали, что там со светом вроде проблем нет. Машин немного ездит. Пыли тоже нету. Скважину надо около 40 метров. До нормальной воды. Вода как бы питьевая там. Хорошая. Поэтому будем теперь встречаться с хозяевами. Торговаться. Еще такой интересный момент. 6 ноября. Я на авито написал в сообщениях продавцу участка. Ну, чтобы когда можно подъехать посмотреть. Это было 6 ноября. И вот буквально позавчера. Сегодня 1 февраля. Позавчера пришел ответ. От продавца. Ну, если интересно. Едьте, смотрите в любое время. Как-то задумываешься. Смысл выкладывать свое объявление. Если ты не мониторишь его. Просто теряешь клиентов. Теряешь своего покупателя. Теряешь деньги. Как так продавать вообще. Зачем заниматься продажей. Если ты не хочешь продавать. Не знаю. Или может я чего-то не понимаю. Разбег цен. Вилка. Цен на участки. Ну, сильно большая. И непонятно от чего это зависит. Начинается от 150 тысяч. И до 1 миллион 200. Хотя расположены они все в одном городе. И размер почти у всех одинаковый. Немножко неправильно, может сказал. Не то, что в одном городе. А почти что в одном районе. Или тут цена зависит от того, кому денег больше надо. Что-то денег очень мало. Поставлю цену 1 миллион 200. На следующей странице нашей истории мы расскажем о покупке найденного, выбранного нами участка. Кому интересно, подписывайтесь на канал. Кому не интересно, не подписывайтесь. Спасибо, что смотрите нас. Увидимся на следующей странице. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok